Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Проект тоннеля в Нововятске заходит на госэкспертизу. Он уже полностью готов. В данный момент идет оформление документов на проведение госэкспертизы, сообщает портал «Источник онлайн». Судя по проекту, сметная стоимость строительства составит 4 миллиарда 400 миллионов рублей. Ранее проект оценивался почти в 6 миллиардов. Если не будет дополнительных корректировок, то пройти экспертизу проект должен к 15 декабря. В первом квартале 2024 года, как сообщал ранее губернатор Александр Соколов, будет проведен конкурс на поиск подрядчика на строительство. Инвестиции в строительство в Кировской области выросли на 20%. С начала года в отрасли было направлено более 31 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это на 20% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные приводит Кировстат в докладе о социально-экономическом положении региона. Всего за полгода в Кировской области введено в эксплуатацию 3640 квартир общей площадью 344 тысячи квадратных метров. Основной объем ввода жилья в эксплуатацию ожидается к концу этого года. Планируется, что в этом году будет введено на четверть больше жилья в многоквартирных домах, чем в прошлом году. А всего в 2023-м планируют ввести более 560 тысяч квадратных метров. Это на 6% больше, чем в 2022-м. В Кирове спрос на долгосрочную аренду жилья вырос почти в два раза. Итоги за третий квартал этого года подвели специалисты платформы Авито-недвижимость. Наибольшим спросом в нашем регионе пользуются однокомнатные квартиры и квартиры-студии. При этом стоимость аренды жилья одна из самых низких в стране. Средняя ежемесячная плата за съем квартиры – 14 тысяч рублей. Это на 27% дороже, чем в 2022-м и на 17% больше, чем во втором квартале этого года. Для сравнения, дороже всего арендовать жилье приходится жителям Москвы. Они платят по 70 тысяч в месяц. Жители Сочи – по 50, Санкт-Петербурга – по 33 тысячи в месяц. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.